Паспорт нужен, чтобы граждане могли реализовать свои права, получать госуслуги, путешествовать на поезде или самолете, оформлять кредиты, жениться, получать господдержку. Обращаться с этим документом нужно бережно. За потерю или умышленную порчу можно получить штраф. А еще оштрафуют, если вовремя не поменять паспорт или вписать туда лишние данные. Что еще должны делать владельцы российских паспортов, расскажет моя гостья в студии Елена Николаевна Жданова, начальник отдела по вопросам миграции, отдела полиции, номер 2 управления МВД России по городу Самаре, подполковник полиции. Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте. Ну что же, подскажите, пожалуйста, какие услуги может получить гражданин, обратившись к вам в отдел? Наш отдел по вопросам миграции предоставляет государственные услуги как выдача и замена паспортов гражданина Российской Федерации, выдача заграничного паспорта, регистрация по месту жительства, по месту пребывания и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации, дактилоскопическая регистрация, также адресно-справочная работа. Кроме этого, мы регистрируем и снимаем с регистрационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, которые получили разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории Российской Федерации. Работы у нас много. Да, про регистрацию обязательно поговорим попозже, тоже тема очень немаловажная, но давайте поговорим о паспортах. Когда нужно получать паспорт и самое главное, как правильно получать паспорт, а общеизвестно, что паспорт российский гражданин получает в 14 лет. Абсолютно верно, да. Первый свой российский паспорт гражданин Российской Федерации должен получить по достижению возраста 14 лет. То есть, когда ребенку исполнилось уже 14 лет, на следующий день уже можно идти и подавать заявление на получение паспорта. Для этого необходимо свидетельство о рождении, три фотографии и оплаченные государственные пошлины. Куда идти? Адресно к вам. И скажите, пожалуйста, нужно ли присутствие родителей? Да. До достижения 18 лет ребенок ставит подпись в присутствии законного представителя. При подаче заявления на получение паспорта ребенок проверяет сведения. Ну и опять-таки давайте как бы объективно смотреть. В 14 лет все-таки ребенку, наверное, очень сложно будет разобраться. Ребенок еще ребенок, да? Ребенок, да, все равно остается ребенком. И поэтому помощь родителей в этом случае, конечно, ему, наверное, будет нужна. Можно обратиться в любой многофункциональный центр. Можно непосредственно в отдел по вопросам миграции. Можно записаться через портал государственных услуг. Здесь я бы хотела уточнить, что не в электронном виде подача документов по достижению возраста 14 лет она невозможна. Вот. Как раз опередили мой вопрос. Через госуслуги я хотела сказать, логично можно ли. Оказывается, нет. Давайте тогда как правильно. Предварительная, существует предварительная запись. Это гражданин в своем личном кабинете выбирает личное посещение ведомства и подает там заявление своему ребенку по достижению возраста 14 лет. В настоящий момент родители разобрались с порталом государственных услуг. И достаточно большое количество уже заявлений к нам поступает именно посредством предварительной записи через портал. Скажите, пожалуйста, о чем нужно необходимо помнить, когда вот прямо наступает время для получения паспорта? На следующий день вы сказали обратиться. А если не прийти ни через месяц, ни через два? Ну, административная ответственность за проживание без документов удостоверяющей личности у нас наступает 18 лет. Поэтому административная ответственность, конечно, ребенок не будет нести, что он своевременно не оформил паспорт. Но ребенку сдавать ОГЭ, ЕГЭ, где паспорт ему обязательно понадобится. Кроме того, сейчас родители, допустим, для удобства оформляют детям те же карты, чтобы получить пушкинскую карту. Для этого тоже необходим паспорт гражданина Российской Федерации. Поэтому я бы здесь, наверное, рекомендовала как можно скорее подать заявление и получить паспорт, не затягивая. Ну, то есть до наступления 14-летнего возраста не стоит подавать заранее. Вообще существует какая-то ли очередность? То есть не нужно ли бояться того, что вот я пропущу какой-то срок и не получу вовремя паспорт? Мы сейчас говорим про достижение возраста 14 лет. Но до исполнения 14 лет, 20 лет, 45 лет подать заявление на паспорт заранее невозможно. Конечно. Заявление будет у вас принято и сотрудниками МФЦ, и сотрудниками отдела по вопросу миграции только после наступления обстоятельств. То есть достижение возраста уже 14 лет, 20 лет и 45 лет. Хорошо. А вот в какой срок необходимо получить именно паспорт? Есть ли какие-то изменения, может быть, в законодательстве? Да. Изменения законодательства у нас в июле 21-го года внесены, и я считаю, что они недостаточно такие значительные, и для граждан они очень удобные. Если у нас до июля 21-го года гражданину исполнилось 20 или 45 лет, на следующий день его паспорт считался недействительным. Но ему давали 30 дней с момента достижения возраста на замену паспорта. Дальше наступала административная ответственность по соответствии части 1 статьи 19.15 КОАП Российской Федерации. Которая влечет за собой? Штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Так. С июля 2021 года внесены изменения, по которым паспорт все еще продолжает быть действителен по достижению возраста 20 и 45 лет, а также свидетельство о рождении по достижению возраста 14 лет, паспорт, на протяжении 90 суток. То есть у гражданин может пользоваться своим паспортом и в любой момент подать заявление на замену паспорта в течение 3 месяцев, то есть 90 суток. А почему такие послабления? Я наоборот сейчас думала, вы скажете, о сокращении вот этого 30-дневного срока, а здесь наоборот продляют на 3 месяца. То есть с чем это связано? Здесь я считаю, что больше для удобства гражданина, потому что не надо, вот исполнилось те 20 лет и 45 лет, у кого-то сессии, у кого-то отпуск, командировка. Плюс нужно здесь, наверное, сейчас смотреть на нашу эпидемиологическую ситуацию. То есть гражданин не ограничен 30 днями замены паспорта, то есть за 3 месяца можно найти время и подать заявление. То есть административная ответственность наступает после 90 суток после исполнения. То есть об этом нужно помнить. Эти нормы действуют с июля 2021 года. Абсолютно верно. Хорошо, но как быстро все-таки поменять паспорт и можно ли его поменять, опять же, спрошу, не повторюсь, заранее и, к примеру, в другом городе, Елена Николаевна? Ну, заранее, как я уже сказала, нельзя. Заявление просто не будет принято. В другом городе, регионе абсолютно точно можно подать заявление и получить свой паспорт. Паспорт на свое имя. Если ты являешься гражданином Российской Федерации. Конечно. Да, конечно. Но паспорт гражданина Российской Федерации, соответственно, и получает паспорт гражданина Российской Федерации. Можно не привязываясь к месту жительства, к месту пребывания. То есть вы поехали, например, в длительную командировку в Москву, Санкт-Петербург, в любой город Российской Федерации. Вы там, и будете там находиться, например, более месяца, а вам паспорт необходим для работы. Вы можете подать заявление и в течение 30 календарных дней вам паспорт будет изготовлен и выдан, будет на руки. Ну, законодатель, наверное, прописал закон, касающийся всех регионов Российской Федерации, да, и сроки здесь едины. То есть если ты в другом регионе, то те же там 90 дней тебе на замену положено, верно, я понимаю, да? Да, закон един для всей территории Российской Федерации. А вот такой вопрос. К примеру, женщина вышла замуж, изменились персональные данные, ну, к примеру, при покупке свадебного тура использовали старые паспортные данные. А следующий день после смены фамилии паспорт-то уже недействительный получается. Вот как здесь быть? Нет, почему недействительный? Что заграничный паспорт, он, действительный статус, он просто подлежит замене в связи с сменой персональных данных, сменой фамилии. А срок действия паспорта указан в паспорте. Что касается пересечения границ, тут, конечно, единого ответа, наверное, нет. Но, тем не менее, паспорт имеет статус действителен. То есть вы хотите сказать, что заграницу пустят по старым данным в паспорте? Да? Пустят. Вот, Коля, что мы с вами коснулись заграничных паспортов, может быть, есть тоже какие-то нововведения? И о чем также нужно помнить, если подошел срок замены загранпаспорта? Ну, мы не можем здесь применять заграничным паспортом замена. Он каждый раз оформляется заново. То есть подается заявление на получение заграничного паспорта. У нас внутренний российский паспорт является обязательным документом для гражданина Российской Федерации. А заграничный паспорт, он получается, гражданин получает по заявлению, то есть по своему желанию. Поэтому при окончании срока действия заграничного паспорта гражданин заново подает заявление на получение заграничного паспорта. и установлен законным сроком, он его получает. Какие у нас сейчас заграничные паспорта? Есть какие-то нововведения, изменения? То есть заграничный паспорт на 5 лет и биометрический на 10. Есть ли что-то здесь нового, интересного, опять же, о чем стоит напомнить нашим уважаемым телезрителям? Ну, изменений, как серьезных, таких нет. Также у нас есть заграничный паспорт сроком действия 5 лет и сроком действия биометрический паспорт 10 лет. Какой оформлять лучше? Ну, конечно, наверное, удобнее для гражданина и выгоднее, это на 10 лет биометрический паспорт. Во-первых, и заявление желательно для гражданина подавать через портал государственных услуг. Здесь нужно напомнить, что при подаче заявлений через портал государственных услуг у нас скидка на госпошлину 30%. То есть и на взрослого гражданина вместо 5 тысяч рублей гражданин платит 3,5 тысячи рублей на 10 лет. Мне кажется, это более удобный и выгодный вариант. Скажите, пожалуйста, если семья собралась за границу, у семьи дети, ну, к примеру, давайте возьмем 2-10 лет, нужны ли паспорта? Для пересечения государственных границ Российской Федерации в обязательном порядке нужен, конечно, заграничный паспорт. И позаботиться об этом нужно заранее. Срок оформления паспорта до 30 дней по месту жительства, до 3 месяцев по месту фактического проживания, либо по месту пребывания. Поэтому нужно заранее. Быстро оформить не получится. Ну, тяжело будет. Ну, минимум, вы сказали, месяц. Да. Хорошо, а вот такой у меня к вам вопрос. Да, давайте мы здесь еще, знаете, что уточним. Часто родители заблуждаются, что получают 10-летние паспорта, и при рождении детей пытаются ребенка вписать. Вписать. В свой заграничный паспорт. К сожалению, это невозможно. Ребенка можно вклеить фотографии и внести только в 5-летний паспорт. Сроком 10-5 лет. А в 10-летний нет. Только оформлять отдельный заграничный паспорт. Хорошо. Тогда у меня встречный вопрос. Одного ли ребенка можно вписать в 5-летний паспорт, либо нет? Трое детей можно внести. Хорошо. В 5-летний. Хорошо. Хорошо. Вот такой у меня к вам вопрос. За время вашей работы были ли случаи, когда мужчины меняли фамилию после свадьбы? Конечно. Да? Да, были. Может быть, какие-то встречались необычные имена, фамилии, которые вам лично запомнились? Имена, конечно, встречались. Очень интересно. Например, имя хозяйка. Так. Я такое увидела впервые. И фамилии интересные, запоминающиеся, и имена. В моей практике, конечно, достаточно много встречалось. Хорошо. Вот, кстати, Коля, мы с вами заговорили о вашей работе. А скажите мне, пожалуйста, ну, не сочтите мой вопрос за банальный. Любите ли вы свою работу, свою профессию? Как давно вы в ней? В этой профессии, в органах внутренних дел я с 2002 года. Угу. То есть в этом году круглая дата? Круглая дата, да. Я не просто люблю свою работу, а всю мою сознательную жизнь я ей проживаю. Мне каждый день интересно, каждый день новое, интересное, постоянное развитие. И мне очень нравится, что вокруг меня такие же интересные люди, которые в своей профессии себя нашли. Угу. Вот как раз о коллективе хотелось бы спросить. Такие же профессионалы работают, а может быть, есть нужда в кадрах? Допустим, можно ли устроиться к вам в отдел на работу? Да, конечно. А что для этого нужно? Захотеть к нам прийти работать. Ну, образование, как минимум, наверное, еще. Ну, если мы говорим про аттестованных сотрудников, да, тех, которые готовы получить специальные звания, да, тут, конечно, наличие высшего образования обязательно. Но у нас есть категория вольно-наемных, федерально-государственно-гражданских служащих. Для устройства на службу в федерально-гражданских служащих, конечно, тоже наличие высшего образования. Вольно-наемные достаточно средне-специального. Угу. А где можно посмотреть вакансии? Есть ли сайт? Куда обратиться? Управление МВД России по городу Самаре, Марисе Стареза, 12. Можно? У нас кадровое управление, отдел кадрового обеспечения, который, я думаю, с радостью даст ей консультации и расскажет более подробно. Ну, и, наверное, поможет составить резюме, если это необходимо. Да. Ну, а мы возвращаемся к теме паспортов. Вот скажите, пожалуйста, если украл или кто-то украл или потеряли паспорт, что делать гражданину? Вот куда обращаться? Еще такой, наверное, распространенный вопрос. Если, ну, к примеру, уголочек у паспорта оторван или ребенок нечаянно написал. Вот такой паспорт подлежит обязательной замене? Либо можно с этим документом жить дальше? Ну, вторую часть вопроса по поводу загнутого уголочка или изрисованного паспорта. Если просто уголок загнут, то, в принципе, если все читаемо, печати не размыты, все данные на месте, то... Пользоваться можно вполне. Пользоваться можно вполне. Что касается изрисованного детьми паспорта, то, наверное, все-таки паспорт гражданин России – это не фотоальбом и не альбом для рисования. Поэтому, конечно, он подлежит замене. И необходимо обратиться с заявлением и заменить паспорт на новый. Вот, кстати, если обнаружил пропажу паспорта, нужно ли сразу об этом заявлять и чем это чревато? Ну, в качестве моей рекомендации, да, конечно, нужно обратиться в отдел полиции, в дежурную часть и заявить об этом. Особенно, если вы не знаете, где, когда, при каких обстоятельствах вы потеряли паспорт. То, как бы, для собственного спокойствия лучше обратиться и написать заявление. Да. Но сразу надо отметить, что заявление, поданное в отдел полиции, это не является заявлением на восстановление утраченного паспорта. После обращения в полицию, именно для получения уже паспорта, в связи с утратой паспорта, необходимо обратиться непосредственно в отдел по вопросам миграции. Вы советуете это делать сразу, как только пропажа обнаружена, либо все-таки подождать? Ну, ведь, несомненно, человек не может жить без паспорта, да? Безусловно. Здесь, как бы, гражданин решает для себя сам. Тут мы не можем рекомендовать. Ну, конечно, желательно сразу обращаться и восстанавливать паспорт. Если вдруг документ нашелся, что делать в таком случае? Когда гражданин приходит писать заявление на восстановление утраченного паспорта, в своем заявлении он будет указывать, что при обнаружении паспорта, обязуясь вернуть его в течение трех дней в отдел по вопросам миграции. Соответственно, если гражданин уже подал заявление на восстановление паспорта, даже если он его нашел, он должен его принести в отдел по вопросам миграции. Потому что в этот же день подачи, как мы от гражданина приняли заявление на восстановление, мы паспорт, который у него был прежний, мы объявляем в розыск. То есть он становится недействительным, пользоваться им все равно гражданин не сможет. Поэтому как можно быстрее он должен нам его предоставить. Подождите, а в чем же разница? У человека был старый паспорт, он подал заявление на новый, там же будут идентичные данные. И дата рождения, и место рождения. А, ну, наверное, там коды и серия номер будут разные. И дата выдачи другой. Поэтому, конечно, уже является второй документ реальным и действительным. Да, если гражданин уже к нам, в отдел по вопросам миграции, подал заявление на восстановление паспорта, он уже в любом случае должен получить новый паспорт, а старый паспорт, несмотря на всю свою привязанность к нему. Да. Да, это вы тоже учли. Хорошо, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли у вас пройти добровольную процедуру датилоскопии? И по практике, скажите, пожалуйста, вот нужна ли она гражданину? Да, у нас можно. В любом подразделении по вопросам миграции можно пройти добровольную датилоскопическую регистрацию. На то она и добровольная. Гражданин для себя решает. Хочет он оставить свои отпечатки пальцев в базах данных или не хочет? Есть у него желание или нет? Но тут... А какие могут быть аргументы за Елена Николаевна? Ну, на несчастный случай, например. Если гражданин попадает в беду, не может о себе сообщить каких-либо данных, документов при себе нет. Датилоскопическая регистрация – это, в принципе, один, наверное, из немногих вариантов узнать, кто это есть. Да, поэтому... Ну, это, наверное, самый главный. Но также, в принципе, датилоскопическая регистрация попадает во все учеты. А для кого она необходима? Ну, насколько мне известно, многие работодатели требуют охранные предприятия, например. Точно не могу вам сказать. Для вашего ведомства обязательно? Вот вы проходили лично? Да, конечно. Да? Все сотрудники МВД, все прошли датилоскопическую регистрацию, безусловно. Интересно. Вот можно ли где-то самостоятельно проверить статус паспорта и получение информации о какой-то организации его недействительности, сделав, к примеру, запрос? И куда этот запрос нужно направить? Ну, что касается действительного-недействительного паспорта, паспорт может быть недействительным только в случае, когда он не заменен по достижении возраста, 20-45 лет, либо при вступлении в брак. По истечении определенного срока паспорт становится недействительным. Все паспорта, которые находятся на руках, они действительно. Что касается... Последнее время, на самом деле, это большая проблема, да? То есть, когда люди приходят в банки, в какие-то организации, им говорят, что ваш паспорт недействительный. Паспорт действителен. Гражданин обращается, здесь надо отметить, что нужно обращаться по месту выдачи паспорта. Не там, где человек проживает, либо прописан, зарегистрирован на сегодняшний день, да? По месту выдачи паспорта. Если паспорт получен в другом регионе, то нужно написать обращение через официальный сайт на управление того региона, где он получал, гражданин, паспорт. И ему будет выдана справка о том, что паспорт действителен. А самостоятельно проверить на официальном сайте МВД России. Можно? Эта информация открыта, доступна для любого гражданина? Вот я почему задала этот вопрос, вы знаете, вот, наверное, первые опасения, когда человек теряет паспорт, что вдруг кто-то его найдет и воспользуется, там, похожая личность пойдет, возьмет кредит и так далее. Вот такие случаи вообще часто, я понимаю, что это не ваше ведомство этим занимается, но, тем не менее, обращение вот в этом направлении, как часто поступает и насколько вообще это актуальна ситуация? Поэтому мы с вами, когда говорили про заявление по восстановлению утраченного паспорта, почему я рекомендовала обратиться в отдел полиции в дежурную часть? Именно для таких ситуаций. Здесь нужно сказать, что обращение в полицию, да, с заявлением о том, что у вас утрачен паспорт, это заявление не на восстановление утраченного паспорта. На предупреждение. Вы как бы себя оберегли от того, что вы заявили, что ваш паспорт утрачен, что у вас он на руках отсутствует. Конечно, в практике случаются разные случаи, в том числе, когда в интернет выкладывают свои персональные данные или еще что-то, потом меняют паспорта. Ну, не так часто, скажем так, и это не каждый день, не каждый месяц случается. Но, опять-таки, от мошеннических действий, мне кажется, не застрахован вообще никто. Конечно. И тут давать какую-то гарантию, что каким паспортом воспользуются, каким нет, я думаю, что никто не решится на это. Спасибо большое. Ну, и сейчас с паспортами все, наверное, да. Давайте небольшой итог такой подведем. О чем нужно знать, помнить, если 14, 20, 45 лет, 18, и пришло время заменить паспорт? Ну, первый паспорт получается по достижению возраста 14 лет. Замене подлежат паспорты по достижению возраста 20-45 лет, которые действительно 90 суток, то есть 3 месяца, 18 лет паспорта не меняются. У нас 14, 20 и 45 лет контрольные такие даты. А что касается смены персональных данных, допустим, обнаружения ошибки, и это смена персональных данных в течение 30 календарных дней вы должны обратиться с заявлением, то есть если девушка у нас вступила в брак, то у нее нет 90 суток, у нее есть 30 суток для подачи заявления на получение паспорта на новые персональные данные. Если решила сменить фамилию, если нет, оставляет свою, то здесь можно жить в замужестве дальше. Да, при смене, кто-то без вступления в брак также меняет фамилии, имя, отчество, получает свидетельство о перемене имени. В этом случае точно так же, то есть срок будет подача заявления не должен превышать 30 дней. Ну, по замене имени, фамилия тоже к вам или все-таки в ЗАГС? Нет, сначала в ЗАГС, получает свидетельство о перемене имени, повторное свидетельство о рождении и только после органов ЗАГСа обращается с заявлением на смену паспорта. Хочу перейти к не менее важным вопросам о регистрации. Скажите, пожалуйста, вот как без головной боли за одно посещение сняться с регистрационного учета и зарегистрироваться уже по новому адресу, Елена Николаевна? Это давно уже перестало тоже быть проблемой. Это большой помощник портала государственных услуг. Когда гражданин подает заявление на регистрацию по новому месту жительства, ставит галочку, что у него в настоящий момент есть регистрация по месту жительства, и он один раз приходит в отдел по вопросам миграции, одновременно мы снимаем с прежнего места жительства и регистрируем на новое место жительства. Также заявление на регистрацию и снятие с регистрационного учета можно подать и в многофункциональный центр, а также паспортные службы, которые обслуживают эти адресу. То есть любым удобным для себя способом, ближе, ну и самое главное, безопаснее. Но скажите, а вот чем все-таки чревата наша доброта предоставить регистрацию в своей квартире, но, к примеру, друзьям, которые живут в другом месте, вот что такое, если в двух словах, фиктивная регистрация? Это уголовная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фиктивная регистрация. Конечно, это нельзя делать, это противозаконно. И здесь помощь может обернуться против доброты. Поэтому, если вы изначально не планируете вселять в свою квартиру, в свой дом кого-либо, соответственно, регистрировать не нужно. Это подлежит уголовной ответственности, либо административной. Поэтому помните об этом и не оказывайте медвежью услугу в данном случае. Ну что же, наше время подошло к концу. Спасибо вам огромное за ваши компетентные, в первую очередь, профессиональные ответы. Ждем вас снова и снова. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну, я думаю, что вы запомнили. Если пришло время менять паспорт, пожалуйста, озаботьтесь этим вопросом. Ну и желательно, конечно, заранее, чтобы документ был всегда у вас на руках. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok